МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Евразион ТВ. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут вы увидите... Эффективный диалог. В Тюмгу состоялся круглый стол Тюмень-Германия. Православные истоки русской культуры. В Тюменском госуниверситете отметили день славянской письменности. Историати с победой. Делегация Тюменской области стала лучшей на Всероссийской суд весне. Открывает выпуск новость о том, что Тюменский госуниверситет посетила официальная делегация Германии. Представители банковского сектора, компаний, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, консалтинговых услуг, информационных технологий приехали в Тюмень, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Продолжит Георгий Юлаев. Ключевым мероприятием дня стал круглый стол Тюмень-Германии. Эффективный диалог, который состоялся в Белом зале Тюмгу. Нашу страну, Россию, очень многое связывает с термином и сфере Германии. Все мы хорошо знаем многовековую историю. Западную Сибирь не меньше связывает с различными регионами, в том числе близких к регионам Нижняя Сансония. В рамках работы круглого стола прошли краткие выступления представителей российской и немецкой сторон. А также состоялась презентация инвестиционно-промышленного потенциала Тюменской области. Представители сторон обсудили перспективные совместные проекты и инициативы в сфере науки, образования и промышленности. Вчера мы посетили двух иностранных инвестиционных проектов. Тоже для меня замечательно было, что есть и американцы здесь, и немецкие такие проекты. Они в начале находятся, и нам сказали, что они ожидают действительно еще положительное будущее. Мы не исключительно объединяем только представителей бизнеса. Среди нас есть журналисты, есть представители общественных организаций. И, в принципе, мы, скажем так, с нашими посещениями, тоже с работой в Германо-российском форуме, как раз хотим и дальше развивать отношения между Россией и Германией. Стоит отметить, что в настоящее время университет имеет 11 договоров о сотрудничестве с ведущими вузами Германии. В нынешнем году Тюменский госуниверситет выиграл три международных проекта по программе Европейского союза «Темпус», два из которых реализуются совместно с университетами ФРГ. Георгий Лайф, Николай Солдаев, Евразион ТВ. Продолжаем международную тему. В Тюмгу обсудили новые методики преподавания французского языка в области инженерии и естественных наук. Подробности в репортаже Оксаны Логиновой. Казалось бы, Тюменский госуниверситет – вуз классический, причем здесь инженерные специалисты. Невидимая на первый взгляд связь существует. Несколько лет вуз активно сотрудничает с заводом «Нефтимаш» и компанией «Шлюмберже». Следуя веянием времени, университет вносит коррективы в учебные планы. Мы находим сегодня свои ниши. У нас открываются новые направления, как то нанотехнологии, микросистемная техника, как то техническая физика, которая вполне вписывается в образ классического университета, но при этом это в чистом виде элитарная инженерная специальность. Так что наработки в этом направлении у «Альма-Матер» уже есть. К тому же с несколькими университетами Франции у Тюмгу заключены договоры. Такой семинар по методикам преподавания французского языка студентам технических специальностей в России проводится впервые. Кроме Тюменского госуниверситета, его организаторами выступили Французский институт при посольстве Франции в Российской Федерации и Тюменский нефтегазовый университет. С прошлого года создан межуниверситетский научный центр по сотрудничеству с французскими университетами в области естественных наук и инженерии. Поэтому этот семинар стал первым семинаром, который поможет нам подумать всем преподавателям французского языка, которые работают в высших учебных заведениях, о разработке новых программ для будущих инженеров, ученых именно в этих приоритетных областях развития экономики наших стран. Участники форума, представители вузов из городов Урала и Сибири отметили особую пользу данного мероприятия. Достаточно тяжело у ребят технорейза мотивировать на изучение французского языка. Они больше верят, что им пригодится английский, нежели французский. И как раз хотелось бы узнать, что новое, инновационное может нам предложить французская сторона, для того, чтобы мы смогли активней увлекать наших студентов. В рамках семинара Элен Буиссон провела для преподавателей студентов презентации. В частности, рассказала о специальных программах, которые предлагает французское правительство иностранным студентам. Эта стипендия позволяет студентам учиться, не заботясь о своих проблемах по нахождению жилья. То есть стипендия покрывает расходы по проживанию, по обучению, а также на личные расходы, которые позволяют им достаточно комфортно жить и учиться во Франции. Большой интерес вызвали мастер-классы французских коллег Каролин Мраз и Эстель Дютто. Мы бы хотели показать нашим коллегам, на что нужно обратить внимание при подготовке студентов, которые будут обучаться в инженерных школах во Франции, какие аспекты они должны будут преподнести своим студентам для изучения французского языка в области инженерии и естественных наук. Для участников форума также был организован учебный визит в лабораторию клиентской поддержки международной компании «Шлюмберже». А по итогам работы семинара российские педагоги получили сертификаты Французского института при посольстве Франции в России. Оксана Лугинова, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Евразион ТВ. В Тюменском госуниверситете отметили День славянской письменности и культуры. На праздники побывала Анна Вележанина. В рамках празднования Дни славянской письменности в Тюменском госуниверситете традиционно проходит конференция «Православные истоки русской культуры и словесности». День славянской письменности и культуры – это, пожалуй, единственный праздник, который празднуется и государством, Отечеством нашим, Российской Федерацией, России, и, безусловно, празднуется православной церковью. Праздник этот достаточно широкий. Первоначально тема празднования, создания письменности – День Кирилла и Мефодия – был затеян еще в 1863 году. Но впоследствии в советскую эпоху, безусловно, праздник этот официальным праздником не был. Безусловно, он был праздником для русской церкви. Но в 1990 году уже без сомнения праздник был принят в России. И с 1990 года официально в России празднуется День славянской письменности и культуры. Приветствую участников конференции, ректор Тюмгуу Валерий Фальков отметил, что в университете свято чтут историю и традиции, пропагандируют и развивают русскую словесность, как главный элемент русской культуры. В условиях глобализации, в условиях того, что происходит с вами, у нас с вами, на наших с вами глазах, принципиально важно не терять идентичность и не забывать свои корни. Добавим, что конференция является международной и проводится 37-й раз. Благодаря очно-заочному формату стало возможным участие ученых-славянистов многих неславянских стран. В этом году к ней присоединились более 200 исследователей из Израиля, Йемена, Франции, Афганистана и США. Есть представители и азиатских стран, и славянских стран, и славянского мира. Это всегда сербы, тоже с ними у нас договоры подписаны. Это Польша, здесь и преподаватели из Польши, и участники, которые приехали на конференцию. Это и белорусская организация, это в общем славянский мир представлен. Организаторами конференции выступали комитет по делам национальности Тюменской области, совет ректоров вузов Тюменской области, общество русской культуры и Тюменский госуниверситет. Свои работы в нескольких секциях представила Тобольская митрополия. Русская православная церковь, ну и в том числе Тобольская Тюменская епархия, очень большое внимание оказывает именно молодежи. Это связано с тем, что молодежь это то поколение, которое придет не только в церковь, но еще и в государство и будет управлять государством. И многие посты, и многие предприятия возглавят именно вот эту молодежь. И очень важно, что за молодежь и какая она придет. Когда у молодежи и у студентов, у ребят есть какие-то нравственные ценности, есть какие-то патриотические ценности, есть какие-то элементарные какие-то навыки и знания о своей родной культуре, это имеет очень большое подспорье и в жизни. И это отражается не только в личной какой-то их жизни, но это отражается еще и на жизни государства, на жизни общества. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей, издание которого запланировано на ноябрь 2014 года. Анна Вележанина, Николай Салдаев, специально для Евразион ТВ. А в Тольятти тем временем завершился праздник студенческий. С победы вернулась со Всероссийской студвесны делегация Тюменской области. Она в четвертый раз стала абсолютным победителем в общем зачете, удостоившись главного приза Гран-при. Свою Толику внесли в эту победу и студенты Тюмгу. У нас в гостях Ольга Селюнина, представитель театральной студии «Соль». Здравствуйте! Здравствуйте! Теменская делегация состояла из 95 человек. Они участвовали во всех конкурсных направлениях и номинациях фестиваля. Коллектив «Соль» представлял театральное направление. Расскажите, как все происходило? Происходило все очень весело. Мы изначально очень долго собирались, очень долго готовились. И вообще то, что мы едем на российскую студенческую весну, это была такая новость для нас, для меня лично это было как бомба. Я была очень рада, потому что я очень об этом мечтала. У нас были ночные репетиции перед тем, как мы поехали туда. Перед тем, как мы поехали на российскую студенческую весну, мы выступали на университетской, на областной. И вот с областной нас как раз таки и взяли на Россию. Также нас еще задействовали в региональной программе Тюменской области. И там у нас тоже было очень много репетиций. Мы репетировали с утра, можно сказать, что и до вечера. Утром мы репетировали нашу постановку, а потом нашу региональную программу. Вот так все очень быстро. И мы за два дня изменили практически весь ТМФ, его сжали, переделали. И изменения очень ощутимы за два дня. Было очень трудно их принять на себя. Какую постановку привезли? Мы показывали Натали по Бунину. Суть нашей постановки заключалась в том, что счастье, если есть возможность его получить, не нужно отказывать себе в чем-то. То есть нужно хватать этот момент и не упускать какого-то вот этого. Когда ты можешь стать счастливым и бегаешь от этого счастья, или это счастье за тебя бежит, нужно брать и делать просто, и все. То есть вот это вот, и это связано в том числе с любовью. То есть Бунин, он не может об этом не писать. Вот, то есть и любовь по Бунину кратковременно. И в конце у нас главная героиня, она умирает. И не важно, сколько длится счастье, главное, что оно есть. А как реагировали зрители? Все хорошо прошло? Ну, на самом деле у нас в этом году очень такая постановка с такими декорациями, которые, ну, так скажем, непростые. Вот, у нас была вода на сцене, и, допустим, когда в воду падают ребята, то зрители просто от неожиданности ахали, охали. Вот, и, ну, председатель жюри, он отметил, что у нас, как всегда, в Чумень представляет театр, и всегда у нас присутствует натурализм в основном. Вот, и то, что, допустим, я била Сашу мокрой простыней, это было очень больно. И тоже все сидели, и чувствовалось напряжение. И потом ребята рассказывали, кто сидел, смотрел из наших, что все сидят вот так вот, замерев, боже мой, она же его сейчас убьет. Непосредственно внутри тюменской делегации какие отношения сложились? Была ли конкуренция среди вузов? И чувствовалось ли, что вы одна команда? Чувствовалось, что была одна команда, на самом деле, я даже такого не ожидала. Мне очень понравилось, и ребята из Нефтегаза, из Тройка, из Метагадемии, все были очень такими, все своеобразные, но все такие стали своими за все это время. Мне вот даже сейчас, я до сих пор хожу по городу и смотрю, ищу эти знакомые лица, ищу эти толстовки, очень такая классная атмосфера была. В этом году участниками фестиваля стали студенты из 70 регионов России. Общались с ребятами из других регионов? Да, общались и с многими. Допустим, после выступления мы сразу же вышли на улицу, потому что мне надо было вдохнуть свежего воздуха после этого напряжения. К нам подошла делегация, по-моему, из Краснодара вроде бы. Вот, и они с нами поделились своими впечатлениями, и так просто поговорили. Они были удивлены, что из Тюмени так много людей приехало, и такие декорации, как вы это все везли. Ну, очень было много удивлений, ну, очень тепло приняли. И потом шли мимо нас и говорили, когда мы уже получили гран-при, и все остальное, они говорят, все-таки Тюмень классная. А как вам уровень подготовки? Уровень подготовки Тольятти к российской студвесне, на самом деле, я такого не ожидала. Очень масштабно, я бы сказала, очень красиво это все было. Я не ожидала, я думала, это будет как-то все так более стандартно, форматно. Можно даже было сравнить с открытием Олимпиады. То есть довольно-таки хороший уровень, они представили даже минусов каких-то, я бы не могла отметить, в основном одни плюсы. И волонтеры хорошо работали, и транспортная система была очень хорошо проработана, очень удобно. Поэтому никаких минусов, каких-то я бы не отметила, одни плюсы. Насколько я знаю, в составе жюри было очень много знаменитостей. Удалось ли вам с ними пообщаться? Ну, мне удалось пообщаться с председателем жюри, вот, я забыла, как его зовут. Ну, вот он как раз таки и отметил, вот этот натурализм Тюменской области, и то, что вообще Тюмень, это очень театральный город. Ну, в целом, вот, до остальных как-то знаменитостей я не добралась. А какие номера больше всех понравились? Ну, на самом деле, не было столько времени, чтобы смотреть эти номера, потому что у нас были в основном репетиции, репетировали мы. Как только получится, проснулись репетировать, проснулись репетировать, вышли репетировать. То есть, не было такой возможности, чтобы пойти, там, посмотреть на кого-то прям так сплотную, чтобы с кем-то там познакомиться, то есть, со сценой познакомиться с делегацией, потому что номер всегда говорит о том, какая вот эта делегация, какая область. То есть, у каждой области уже есть какие-то определенные характеристики, которые показывают уже, что вот это, допустим, Кемерово, это, допустим, там, Волгоград и так далее. Вот, то есть, не было такой возможности. Спасибо, желаем вам и вашему коллективу дальнейших творческих побед Спасибо, до свидания А я напоминаю, что в гостях у нас была Ольга Селюнина Лауреат второй степени фестиваля «Российская студенческая весна» Представитель театральной студии «Соль» И еще один репортаж в конце этого выпуска Впервые в Тюмени для школьников, студентов и молодых предпринимателей Прошел мастер-класс легендарного промышленного дизайнера Владимира Пирожкова На мероприятии побывала наша съемочная группа После знакомства с залом и рассказа о своей карьере на Западе и возвращении в Россию Гуру промышленного дизайна подробно и доходчиво объяснил, чем модернизация отличается от инноваций Если первое – это усовершенствование объекта, то второе – переход на абсолютно новый уровень Владимир Пирожков отметил, что самый продуктивный возраст – с 30 до 40 лет Именно в это время у человека очень много интересных идей, которые нужно стараться реализовывать На встрече дизайнер популярных моделей Тойоты и Ситроена делился не тем, как придумать классную тачку Он пытался донести до молодежи, что важно иметь грандиозную цель и стремиться к ней Изобрести свой уникальный продукт Своей мечтой Владимир Пирожков считает 4D-транспорт, способный перемещаться во всех направлениях А еще хочет создать одноразовый автомобиль, который после использования можно было бы выбросить Слушателям удалось поговорить с экспертом о разном Конкурентоспособности, защите информации и технологиях будущего уровня российского образования Мне кажется, очень было много полезного в советской системе образования Я это вижу, потому что я учился в ней, а потом уехал на Запад Посмотрел, как западная работает У них очень много вопросов тоже и очень много проблем В чем-то они лучше, в чем-то мы лучше Но если совместить это дело и попробовать сделать какой-то такой, скажем, микс, смесь Между западной системой и нашей российской, это, может быть, даже будет идеальная система Поэтому очень многие инициативы, которые сейчас Министерством образования Вбрасываются в новую систему, они очень важные и очень нужные Ну и, конечно, дизайнер мирового уровня поделился с молодежью формулой успеха Быть в правильном месте в правильное время – самая важная, наверное, штука И быть открытым, никогда не зазнаваться – очень важно После встречи Владимир Пирожков посетил школьную выставку робототехники, авто и авиамоделирования И дал советы начинающим дизайнерам И это все, что мы хотели вам рассказать в этом выпуске Следите за новостями через сайт, адрес которого вы видите на экране И смотрите Евразион, будете знать больше А на сегодня это все, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин